А это кто у нас? Свинка, правильно. А вот скажи мне, пожалуйста, кто это у тебя? Атака. Этих животных маленький Матвей, конечно, никогда не видел. Но он достаточно точно может разделить их на диких и домашних. Мальчик разбирается в цветах, знает круг и квадрат, различает много и мало. Ему все интересно в жизни. И Матвей старается не пропустить ни одной возможности разнообразить свой досуг. Ребенок очень творческий, театральный. Любит играть в театральных постановках, в сказках, рассказывать стихи. Активно танцует под музыку, которую слышит. Настя, что берешь? Огурец. Это что такое? Огурец. Огурец. Доставай его. Огурец. А я не знаю. Выбирай. Это что такое? Огурец. Тоже огурец. Скажите, а правильно я перец положила к фруктам? Да. Точно? Он фрукт? Отлично. А баклажан куда положим? Угу. Клади, Настя. Чтобы не выбрала Настя, Матвей непременно возьмет то же самое. Брат и сестра любят одни и те же игрушки, одни и те же занятия. Они постоянно находятся вместе, такая тесная связь между ними. Несмотря на то, что разница между детьми всего год, Настя взяла на себя ответственность за мальчика. Настя очень любит своего брата, постоянно проявляет о нем заботу, всегда его направляет. Если что-то у Матвея не получается, Анастасия ему подсказывает, показывает. Если они находятся на улице, то Настя любит его качать на качелях. Если это зима, то на санках, играть с ним в снежки, помогать строить ему снежную бабу. Матвей очень подвижный ребенок, а его поступки во многом зависят от настроения. В достижении своих целей мальчик может проявить настойчивость, а иногда и упрямство. Матвей, почему ты не захотел чешки? Хотел. Не захотел, а почему? Хотел. Хотел? А зачем ты снял тогда? Болит. Болит? Что болит? Вот там. Вот там? Он может проявить упрямство, если он делает что-то не хочет, выполнять какую-то работу не хочет, он может проявить упрямство. То есть он, вот, чаще, конечно, ребенок идет на контакт, да, с увлечением выполняет предлагаемые ему задания, но иногда бывает, вот, нет и все, и ничего с ним не сделаешь. Упрямство Матвея не проблема для мудрых взрослых. Иногда достаточно выяснить, что именно его не устраивает. Может быть, нужно всего лишь поменять карандаш или игрушки, и ребенок забудет про капризы. Матвей очень любит помогать. Если ему предложить сделать что-то вместе, вытереть пыль, собрать машинки, он с радостью выполнит задание. А я вот так вот тяну. А ты так можешь? А может, расстегнем сандалик? Не хочешь? Нет. Не хочешь? Поставь вниз. Туда хочу. А шорты-то мы не сняли. А надо шортыки снять. Настя характером очень похожа на брата. Она тоже стремится многое делать самостоятельно и творчески. Девочка очень артистична. На утренниках она охотно играет в небольших спектаклях. И у нее здорово получается. Настя любит рисовать карандашами и красками. Рисование ладошками ей доставляет больше удовольствия, потому что остаются отпечатки ладошек на листе бумаги. И здесь можно уже непосредственно пальчиками тактильно размешать все те цвета, которые у нее есть, и сделать радугу, например, или какую-то цветную кляксу. Девочка обожает играть с другими детьми, но поначалу немного стесняется. Она стоит в сторонке, смотрит за тем, что происходит, и только потом вливается в коллектив и принимает активное участие. Настя никогда не конфликтует и не проявляет агрессии. А вот упрямство проявить может, если ее просят сделать что-то в присутствии незнакомых людей. В условиях сиротского учреждения любой ребенок подсознательно защищается от внешнего мира. Если пообщаться с Настей подольше, она раскроется как бутон цветка. А если подойти к девочке с лаской, непременно начнет доверять. Настя очень ранимая девочка, поэтому, естественно, ей нужна и любовь окружающих, и поглаживание. А так как она проявляет еще заботу о братье, ей это нужно в два раза больше, потому что нужно делиться этой заботой. А для того, чтобы делиться любовью, ее нужно ей откуда-то получать. Родителям, чье сердце уже открылось навстречу этим детям, нужно всего лишь терпение и мудрость. Брату с сестрой необходимо привыкнуть к новым людям, традициям, быту семьи. И этот путь, шаг за шагом, нужно пройти вместе с Настей и Матвеем. Двое детей – двойная ответственность, но ведь и двойная радость. Забавная, добрая и любознательная. Такой мне показалась Юлька при первой встрече. Девочка росла слабенько и вызывала огромное беспокойство взрослых. Когда она пошла в школу, мы думали, ну слабенько будет девочка, но она стала стараться. Мы прям были в восторге от нее. То есть сидит, кропотливо пишет в тетрадке эти цифры, прям вот выписывает. Не получается. Но она сидит, терпеливо ждет, когда ей немножко помогут. Вот, так же и с буквами. Вот они две подружки с Владой. Влада, она ее всегда говорит, Влада, вот так вот делай, вот как я. Я говорю, Юль, ты молодец, говорю, умница. Юля не воспитывалась в семье. С ней не занимались родители, и поэтому знания даются ей нелегко. Тем не менее, нет ни одного школьного урока, в котором бы девочка не преуспела. Даже непонятный предмет ОБЖ она изучает старательно. Ведь там учат тому, чего делать нельзя. А что нельзя делать? Ну, чтобы человек в машину не попал. Чтобы человек не попал под машину, да? Для этого что нужно? Смотреть на светофор? Да. Когда же должен свет загориться, можно идти. А когда красный? А когда классный, стоять. А почему ты книгу соединила с портфелем? Потому что это школьная. Потому что книги мы носим? В школу. В портфеле. В портфеле. Когда была маленькая, конечно, она такая какая-то несобранная была. А вот сейчас вот подросла, и вот прям душа радуется. То есть вот она как-то в школу, когда пошла, вот она даже и стала ходить как-то по-другому. До этого какая-то, я говорю, Юль, ты вот как вот бабушка у меня ходишь такая. А сейчас вот она вот выпрямилась как-то вот. И уже у нее какая-то дисциплинированность появилась, ответственность какая-то. И за себя, и вот за товарищей у нее такая ответственность есть. Юля очень открытый ребенок. Она может легко пообщаться со взрослыми, рассказать о своих успехах, ответить на вопросы. С детьми ее контакт происходит медленнее. К сверстникам она сначала присматривается. Хотя говорит, что когда вырастет, станет воспитателем и будет работать с детьми. Любимые игры Юли – это игры в семью и дочке матери. При этом она никогда не выбирает главные роли. Ей больше нравится быть не мамой, а дочкой. Возможно, так она пытается компенсировать положенные всем детям тепло и внимание. Это слон у тебя или мышка? Это пивка. Юля непременно станет хорошей дочерью, ласковой и послушной. Ей ведь так хочется, чтобы к ней поскорее пришла мама. Об этом она рассказывает своим лучшим друзьям – плюшевым игрушкам. И когда мама придет за Юлей, то обязательно покатает ее на санках, которые девочка видела только на картинке.